друзья мои всем приветик сегодня с вами хочу порисовать и сделать обзор как и обещала пришла мне вот такая вот пастелька mongeo gallery я сегодня буду в перчатке чтобы сильно не пачкать руки наборчик из двадцати четырех цветов это пастель уже считается профессиональной она не особо-то дешевая вот этот наборчик по акции я урвала себе так сказать за 1900 то есть как бы естественно есть и 48 цветов и 72 но там и цены конечно есть даже в подарочной квадратной коробочки такое деревянной очень конечно красивая классная пастель дороговато конечно не каждый себе позволит как бы купить вот и что хотелось бы по ней сказать я не конечно попробовала уже подписала вот здесь на обратной стороне крышечки цвета написаны также такая вот вкладыш у нее есть здесь и вот видите вот такие вот подарочные наборчики вот 12 то 24 36 48 это вот какие у них наборы есть тут какие-то образцы как смешивается тут что-то все на китайском на корейском на английском и вот их цветовая палитра тут то есть куча куча всяких интересных цветов такая брошюрка прокладка чтобы не пачкалась крышечка ну и собственно сама пастелька вот такой вот небольшой наборчик у меня что вот по ощущениям дай ну мы будем рисовать да я не буду делать обзор как бы выкраски какие-то по ощущениям знаете вот я когда смотрела обзоры на нее в интернете мне почему-то казалось что я сейчас открою ее и она будет такая прям мега супер мягкая какая-то но я этого вообще не увидела вот если сравнить даже тот же малевич он знаете вот девочки меня поймут он как помадка вот его такое ощущение что вот надавишь и как помада он сомнется это нет она ну а эту я думала что она сейчас будет вообще такая прям мягче малевича хотя нет она как сказать суши не суши тверже да скажем так но тверже не относится не к тем пастелям которые твердые да вот типа гамма до малевич и гамма если сравнить то малевич мягкий гамма твердая это она вроде бы твердая но она очень хорошо отдает свой пигмент вот и почему она пишет допустим вот можно спокойно на темные наносить светлые мазочки потому что ну это чисто сугубо мое мнение я как бы никому его не навязываю и там в каких-то составах рыться у нее не собираюсь это как бы мои домыслы да я думаю так что малевич он жирненький да он хорошо растирается все но из-за своей жирности вот последующие слои наносите по жирному естественно сложно это вот ну как я так поняла а это немного суховато что ли и за счет этого на темный можно спокойно нанести какой-то светлый оттенок то есть мое мнение вот стоит ли брать эту пастель кто уже попробовал да и однозначно ему понравился этот материал сам сама масляная пастель да то однозначно друзья рекомендую пастель просто бомба вот а кто еще только думает попробовать себя в этом материале то конечно вот ну можно взять и малевич и гамму и тот же самый мунгё в синей упаковке этим всем можно рисовать я даже недавно дочкин портрет умудри умудрилась мунгё в синей коробочке нарисовать но единственное что можно взять вот у них отдельно идут вот эти вот не знаю вот на зоне видела на в других магазинах не видела есть у них штучно продаются ну как не совсем даже штучно а там по моему по 6 или по 8 цвету по 6 по моему ну вот оттеночки там к примеру какие-то розовые красные такие наборчики либо какие-то там голубоватые зеленоватые то есть мы выбираете и конечно было бы хорошо вот белый до списывается часто так вот им активно работаем именно вот отдельно белый купить да либо несколько белых бы было вот и ну в принципе какие-то ходовые такие вот можно докупить можно в принципе себе составить палитру вот именно из тех там я нашла 555 рублей стоит вот из вот этих шести по моему мелочков или сколько там ну в принципе что можно так постепенно постепенно себе подобрать какую-то свою палитру вот этих вот мелков ну и собственно давайте приступим же посмотрим да как она работает я буду писать цветы ирисы заметьте ирисы сказала не рис и кто мне делал замечание но может буду забывать потому что так вот не придираемся хорошо словам и я угольным карандашиком намечу чтобы было видно вот нашла я в интернете такую картинку по моему акварельная может и тоже постелькой написано не особо понятно так ну первый у меня где-то будет основание я его намечу ну вот где-то здесь пускай а второй у меня но он будет почти почти до низа вот на крайний лепесток там основание не видно где-нибудь вот сюда я помещу так и начну я с верхнего так основание здесь я наметила референс оставлю если что ссылочку описание под видео кому допустим надо будет перерисовать до контуры цветочка то есть сможете смело взять и уже более детально подробно рассмотреть вот так вот тут лепесточек один я намечаю так вот куда-то сюда идет так вот здесь выходит еще один тут закругляется вот куда-то сюда пойдет тут он какой-то такой вот интересный вот как изгибается сюда рваный краешек это вот серединка его тут можно чуть-чуть пошире сделать так там за ним будет вот здесь выглядывать кусочек тоже листочка одну такой вот он уже в тени будет и вот сюда у нас выходит как-нибудь вот так я тоже не собираюсь его там досконально до каждой прожилочки повторять то есть берем за основу сюжет и рисую ну и плюс по цветам у нас конечно же так наклон этого листочка вот этой прожилкой показываю будет отличаться потому что палитра вот здесь я хочу именно ими поработать этой пастелька мелками этими чтобы показать естественно каких-то палитра вроде много их до можно посмешивать но все равно каких-то таких вот нужных каких-нибудь моих любимых болотных зеленых здесь особо нет чего-то такого приблизительно что-то создать им так вот так вот там еще какие-то такие интересные лепесточки выглядывают так это какой-то вот он вот такой так и сама вот это вот откуда вот он вырос да так вот как-то вот так стебелек я потом прорисую сейчас намечу нижний так нижний 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 я начну наверное как-нибудь вот с дальнего лепесточка который там выглядывает дальше так сюда здесь я его сделаю чуть-чуть поменьше чтобы он у меня не был сильно такой большой как-нибудь так так здесь это он у нас вот так пойдет изгиб здесь начать лепесточек вот так как-то идет здесь вот таким вот образом вот так и загнулся так здесь такая вот темно-темно будет и здесь такой прям какой-то волнистый так я уже ниже своей линии даже опустилась так все там сюда ну вот какой-нибудь такой пускай лепесток вот тут какое-то темный лепесточек выглядывает кусочек лепесточком так ну и сам стебелек стебелек я намечу вот так он где-то идет сюда здесь где-то сюда пойдет бутончики также у нас есть есть такой бутончик и из него здесь уже вот-вот распустится новый цветочек так а вот сюда идет у нас тоже бутончик но он уже больше распустился такой вот чуть-чуть побольше фиолетового вот в принципе и все уголек я убираю и начну я наверно пожалуй с фона ну какой я понадобится нам кстати еще для растушевочки сегодня ватные палочки имя кстати попробовала очень классно растушевывается не знаю как те пастели надо еще попробовать а это вообще прям классно очень удобно и ручки чистые ну и начну я вертика вертикальными до мазочками закрывать фон то есть разными разными оттенками такими вот зелененькими охристыми и голубенькими и там если посмотрите он такой вот разный разный фон разный разный оттенки там присутствуют сильно ей даже давить не надо на настолько приятно наносится но не так как сказать жирненько да да как тут живут малевич потому что ну я не знаю мне больше особо то как бы видели да у меня показывала какие у меня наборчики есть ну как бы вот то что есть тем я и сравниваю друзья скажем так вот пятнышками так вот наношу такого зелененького потом ну можно взять к примеру серенький вот он тоже вроде здесь такой мелочек этот самый с голубинкой но вот он наносится таким вот прям сереньким 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 сюда где-нибудь здесь вот так вот такими разными пятнышками наношу нам нужно разнообразно закрыть вот этот вот интересно как нанесли серенького также я вижу там под цветочками даже наверное не розовенький а возьму вот красненький слегка на мелочек вот не давлю от слова совсем он сам отдает вот эту вот пигмент вообще еле еле прям вот его держу в руках насколько вот он классно отдает свой свою красочку вот этот свет здесь чуть-чуть где там шутку нибудь розовинку вот здесь нужно потом каким-нибудь темно-зеленым к примеру так листочек полезла возьму тоже цвет охра думала охра называется ли не охра потому что в какой-то тоже там пастельки он песочный просто называется здесь охра так и написано так книжу тоже куда нибудь эту работу я еще не пробовала даже сама писать иногда вот я перед мастер-классом пробую там что-нибудь а эту еще не пробовала то есть сейчас вот с вами так сказать пишем и что из этого получится неизвестно еще пастель тоже она такая материал немного непредсказуемый то есть всегда интересно что получится здесь закрою пускай охрочка будет здесь куда-то под листочком и естественно я сюда закину немножко фиолетового фиолетового так как у нас цветы фиолетовые то какие-нибудь логично будет подкинуть какие-нибудь такие детальки чуть-чуть фиолетового теперь берем беленький чуть-чуть бумажечки себе оторву так-то просто это еще сделать так вот чтобы полностью не открывать и теперь я это все дело белым цветом как бы и высветлю чтобы фон такой нежный был да у нас будут контрастные ирисы ирисы поправилась вот и беленькие мы как бы и перемешаем их объединим и дополнительно сделаем его более таким вот светленьким тоже вертикальными мазочками таким образом перемешиваю их и высветляю видите становится он такой светленький кто-нибудь скажите напишите в комментариях загорелся этим материалом купили себе попробовали уже как ощущение если попробовали напишите очень интересно одна ли я влюбилась в этот материал или кто-то может еще вот так вот закрываем периодически я в руках вот он пачкается да я мелок прокручиваю чтобы каждый раз да не протирать вот такой пастельный становится он нежный и дополнительно вот сейчас я заканчиваю высветлять фон дополнительно я его еще можно в принципе попробовать пальчиком пройти это конечно в перчатке не особо удобно делать я возьму палочку и палочкой чем удобно еще палочкой а не пальцами тем что я допустим если рисуем какие-то там цветочки до мелкие детальки к примеру да вот куда-то зайти вот так вот в какой-то уголочек такой вот маленький пальчики у нас все-таки потолще до палочки поэтому ну это сделать сложнее какие-то маленькие места подобраться а вот уж ну и палочкой это все возможно сделать еще есть силиконовые кисточки я себе тоже такие приобрела ну они для таких вот каких-то больших детали типа как фон что-то такое конечно маловато поэтому как-нибудь покажу что-нибудь с ними как ими работать в принципе мне они понравились можно удобно делать какие-нибудь там к примеру шерстинки реснички каким-нибудь животным вот так можно подчеркать подчеркать тут что-то еще вот они за палочкой ползут эти цвета дополнительно растушевываются перемешиваются так можно погонять погонять пастельку создавать какие-то интересные эффекты еще вот местами высветлю где очень активные вот зеленые фиолетовый вот здесь у нас должен быть нежно-нежно фиолетовый фон чтобы цветочек наш виден был красный тоже вот я не хочу такой активный яркий я его приглушаю белым если что мы живем он 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 не такой делаю прям нежный нежный вот так еще немножко зелень подуспокою вот так в принципе уже меня устраивает потом какие-нибудь в конце уже яркие акценты добавим и все поработаем с цветочками цветочки они там и голубоватые какие-то оттенки и розоватые ну вот чтоб розовый у нас потом не потерялся да я сразу нанесу в места где вот я его вижу я там нанесу розовый оттеночек вот здесь по краешку листочка даже возможно немного толще нанесу чем он есть там почему потому что он будет смешиваться еще с фиолетовым и чтобы он совсем там маленькой полосочка не остался вот я его сделаю чуть-чуть как бы побольше специально так вот здесь розовинка есть какая-то розовинка поэтому краю здесь тоже нанесу там хотя такой фиолетовый но я его смешала потом с беленьким и будет такой вот интересный оттеночек и вот здесь чуть-чуть добавлю чтоб не было он скучный фиолетовый да а был какой-то все таки интересный сюда розовинки вот на этот листочек розовинки дальше вот есть тоже так дальше я возьму наверное темный фиолетовый вот интересный красивый насыщенный цвет и и теперь буду добавлять его и сразу буду чтобы не потеряться да не запутываться вот ушной палочкой растирать и вот здесь с розовым где у меня есть я такие вот буду делать как мягкий переход по стыку прохожу вот так вот такой лепесток дальше вот этот интересный лепесточек таким цветом потом беру черный вот здесь вот у него уголок такой темненький вот здесь уголок темненький а остальное вот здесь место даже с такой голубинкой такой легкой то есть посветлее соответственно все это дело аккуратненько так вот приглаживаю с розовым опять такой вот как растушевочку сделаем если допустим голубой недостаточно светло лег да можно добавить где-то беленького так вот слегка немножечко высветлить опять беру свой темный фиолетовый вот здесь на этом лепестке вот мазочки наношу по форме как вот он поворачивается у нас вот есть тут у него краешек такой рваный тут какая-то полосочка темненькая то есть смотрю на сам листочек до лепесток и повторяю просто все его вот где-то вижу что взяла светло фиолетовый вот сюда светло фиолетовый добавляю здесь даже какой-то голубой оттенок тут тоже немножко голубенького здесь даже такой вот прям синий вот такой лепесток эти получился и опять вот тушной палочкой и так вот все это видите как она все соединяется растушевывается прям ей прекрасно и переходы также вот эти проплешинки где остаются и очень удобно закрывать она справляется с этим хорошо вот такой лепесточек получился дальше вот этот давайте основной сделаем тоже здесь у нас вот так до направления идет штриховка дальше вот здесь голубоватые моменты здесь немножко и остальное таким светло-сиреневым закрываю и опять его ушной палочкой растушуем беру черный и внизу вот здесь такая самая-самая темнота вот так вот раз 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 да как бы оттенила вот здесь тоже серединка да как бы этого лепесточка вот здесь прожилочка тоже она у нас идет вот сюда черненькая палочкой пройду и вот так вот вот сюда сделаю как бы вплавляю этот черный мягенько до фиолетовый чтобы он не был таким прям там очень-очень активным черным помягче все-таки тоже цветочек да вот тут по краешку чуть-чуть тоже черненького где-нибудь вот здесь под листочком можно как-нибудь и так вот бачочком мелко какие-то вот детали вот так вот подкинуть легонечко их смягчить чтобы они только такой вот акцент давали до что там вот черным подчеркнуто но не было это все очень черно тут немножко вот так даже где-то можно вот где активный очень как убой его можно чуть-чуть подуспокоить добавить белого розовый вот здесь на уголочке яркий розовый то есть это все высветляем там где листочки на свету пальчик а так какие-то так черточки прожилки и тебя покажем можно легонечко вот еле касаюсь и видите черточки получаются как бы но белый на такой довольно таки темный фиолетовый он как бы ложится еще вот в пастельки не обязательно там чтобы нанести какой-то оттенок нужно давить именно да иногда вот легкая легкое касание тоже высветляет попробовать надо все-таки по работать с пастелькой и посмотреть как бы по нажимать да там к примеру либо наоборот такими легкими легкими касаниями посмотреть попробовать как она себя вот будет конкретно вести допустим но в какой-то ситуации да там высветлять либо что там какая какая стоит задача так вот этот теневой лепесток вот я его сейчас на нашу фиолетовым и сверху вот здесь вот черненький нанесла и вот так мягенько мягенько его вот сюда захожу видите как удобно вот такой лепесток теневой ну и вот этот вот последний так вот здесь вот уголочек я тоже вижу такой вот голубенький дальше какой-нибудь тут синенький угловато как-то дальше темно-фиолетовый вот здесь у основания вот и сюда так не на то место положу и сюда посветлее фиолетовой естественно все это дело мы сейчас растушуем закрою все вот эти вот проплешинки которые у меня здесь видны видны так какую-нибудь интересную форму вот здесь у кого основания теневая прям вот так вот здесь вот голубой уголочек чуть-чуть вот так беленьким высветлим где-то можно какие-то тоже черточки прожилочки показать как легонечко вот таким образом и теперь сделаем сам собственно вот этот зелененький так какой зелененький взять у меня все здесь такое яркое возьму вот этот зелененький мне надо получить что-то вот как раз таки как я люблю болотненькая вот такую какую-нибудь охру чтобы получить такое болотненькая здесь тень падает обязательно здесь сверху беленького наносим ну вот что-то получилось более такое так я возьму для зеленого новую палочку тем более такой естественной зелененький получился охра нас спасла то есть в принципе зная как смешивается хотя бы приблизительно да вот в масле вы же работаете либо акрилом какой цвет с каким нужно смешать чтобы получить так к примеру до красным синим фиолетовый да ну такие вот моменты то в принципе можно обойтись и вполне вот этим вот набором единственное что удобно конечно да взять готовые мелочек какой-нибудь такой вот болотный какой-нибудь натуральной зеленью и нарисовать сразу да так ну давайте сразу проработаю вот эти зеленые части которые у меня есть это просто быстрее да вот так скажем взять готовы и сделать чем смешивать так здесь зелененькая дальше опять беру охручку какие-то тоже вот мелочки в этом наборе более такие скажем так мягкие вот именно добавляю немножко фиолетового сюда такие прям кремовые какие-то а некоторые ложатся наоборот как-то суховато коричневый черный они такие прям довольно такими мягенькие красным тоже мягкий светлым вот высветляю по стебельку можно немножко так ну и палочкой вот так вот аккуратненько все это сейчас перемешаю вот так даже знаете наверно что добавлю немножко к я желтенького попробую вот так вот чуть-чуть чуть-чуть так вот посочнее поинтереснее так ну и сам бутончик вот который да проклевывается у нас вот он таким каким-нибудь мазочком легким и тоже вот оттеним его немножечко вот из самой этой зеленой штучки он вылазит да там какая-то там вот присутствует теневая и вот этот да тоже наметим бутончик он такой вот уже ну еще не полностью раскрылся но довольно таки у него уже вот-вот-вот-вот-вот более пушистенький такой скажем так резной этот краешек вот так и так его подсмешаю с розовым с этим какой-нибудь какой-нибудь такой вот интересный сделали так ну и немножечко так протираю беленький немножечко конечно же где-нибудь добавим и света да чтобы у нас не было как детская такая раскраска прям то есть тоже чтобы у нас такие они были интересненько чтобы было ой скоро начнут ирисы цвести так красиво будет у нас много вообще у кого они растут интересные так ну и последний цветочек цветочек так дальний такой теневой теневой лепесток здесь здесь и вот тут у меня тоже выглядывает кусочек листочка в тени видите как палочку удобно создавать какие-то ровные краешки вот здесь мне да надо лепесток чтобы у меня вот этот передний был более четкий край какой-то там рваный вот очень удобно ей принципе это сделать пальцем конечно такие вот маленькие места не подступиться так даже сюда вот добавляю черненького вот так вот растягиваю вот так вот растягиваю дальше следующий здесь вот прям синенький вижу конкретно где вижу синенький он здесь немножко пока хватит постепенно чтобы не запутаться голубенький здесь с краешком немножко это веке темный основания подальше пойду через светлый фиолетовый вот так и все это дело опять таки объединяю кстати на ватную палочку я тоже не сильно подавлю легонечко легонечко так здесь беленьким пройдусь отделю как бы вот этот передний до лепесточек от дальнего так черным у нас здесь вот эта серединка лепесточка она такая вот извилистая идет вот что-то такое и какие-то такие легкие легкие прожил очки видны слегка слегка показали дальше следующий вот этот лепесточек наметен синяки я наметила теперь вот здесь я вижу голубоватые оттеночки здесь можно вот здесь чуть-чуть показать их дальше темно-фиолетовый вот с этой стороны так краешек тоже через темно-фиолетовый вот здесь тоже как и нюшечка а дальше беру светлый фиолетовый дальше соответственно все это дело так вот аккуратненько объединяем объединяем растушевываем черненький вот здесь краешек лепесточка где-то вот здесь подчеркнем да вот здесь можно затянуть изгиб этого лепесточка здесь очень-очень такая глубокая денежка темнота здесь вот так нанесли и вот так темноту нанесли дальше вот этот лепесточек да голубенький вот сюда сюда вот здесь по краюшку дальше также синий вот тут около средней прожилки большой синенький виднеется да нанесу я в пожалуй еще и вот здесь дальше темно-фиолетовый сюда вот сюда можно нанести кусочек листик в повороте поэтому он такой вот здесь падает очень много теневого участка остальное светлым фиолетовым вот так вот так новую палочку возьму черным я заметили да делаю уже потом сначала растушевываю вот эти вот все фиолетовые розовые голубые а потом добавляю черный чтобы у меня он был какими-то новым акцентами до какими-то чтобы не подмешивался вот сюда вот в основной чистый цвет не убил вот эту яркость да не загрязнил чтобы такой вот такой вот и теперь черненький здесь где-нибудь по краюшечки слегка так вот волнисто пройтись можно вот эту саму прожилочку основание так вот сюда можно и не дать по этому краешку тоже вот тут такая тенюшка будет вот здесь тоненькой какой-нибудь кривенькой полосочкой вот здесь кстати тоже такая теневая как-нибудь волнисто сделать теперь соответственно смягчить его слегка вот здесь можно беленького добавить на свету листочек вот он изгибается да где-то в тень уходит а какие-то вот места более такие вот освещенные вот их можно как раз таки высветли вот эти изгибы которые на свет попадают в принципе так красиво дальше и какие-нибудь темные акцентики сейчас поставлю на фон где-нибудь вот здесь можно вот так плоско положить даже 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 сейчас я вот чуть-чуть оторву чтобы побольше у меня было площадь соприкосновения мелочка ну вот такой вот так вот можно легонечко какие-то такие вот веке в классные штучки делать когда плоско слегка слегка так потяну какие такой рваный получается как мазочек до такой когда плоско ложим с этой стороны не особо удобно попробую левая не левша конечно вообще неудобно ну можно вот так перевернуть в принципе только здесь уже конечно лучше не давить вот именно легонечко 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 вот такими вот там движениями ну возьму какой к примеру такой мы не использовали синий зеленый можно в принципе попробовать его куда-нибудь он добавить ну вот здесь к примеру прям такое красное да пятно взять сюда добавить вот для таких целей вот таких вот про момента вот таких мазочков таких интересных с проплешинками да такими как раз таки вот классно использовать именно вот твердую пастель вот она для этих задач как раз таки хорошо с ними справиться нужно какие-нибудь тут еще дополнительно там тоже есть это как были какие-то что-то типа листочки травинки листочками конечно не такие травинки какие-то тоже так для интересности просто добавить чуть-чуть совсем в принципе достаточно больше и не надо ну вот друзья вот такая вот пастелька интересная как бы работать и довольно таки приятно сейчас я аккуратненько постараюсь снять скотч в принципе если сильно скотч не придавливать только либо ну снимается вроде бы более менее не сильно рвет бумагу ну конечно надо аккуратненько прям его очень-очень аккуратненько и не спеша краешек оторвался немножко ну и конечно же я поставлю подпись свою куда-нибудь куда-нибудь не знаю куда вот сюда наверно ну вот и все друзья пишите как вам такой мастер-класс понравился ли попробуйте обязательно то есть как видите но с простых какие-то да вот мазочки растираем все и вот интересно получается классно пишите пишите купили ли вы себе пастельку какую купили как вам ощущение делитесь своими впечатлениями о материале подписывайтесь на рутуб канал на яндекс дзен телеграм канал все ссылочки есть в описании под видео телеграме там я уже говорила да как бы у нас такое идет больше общение канал еще там совсем маленький только только я его завела хочу вам показать еще одну работу тоже этой пастелька вот если хотите можем написать допустим такую зеброчку вот так что присоединяйтесь везде подписывайтесь будем общаться будем рисовать на этом все пока пока пока